Субтитры делал DimaTorzok Данная книга в виде очерков мною подготовлена на основании подлинных архивных документов, ранее изданных в книгах, в основном отражены репрессии жителей нашей страны. В 1930-1937 годах показаны следствия материалы конкретных уголовных дел в отношении жителей сел Милах, Аравса, окружающие села Джульфинского района, село Чечили, Шахбутского района Нахчеванской, автономной республики. Следователем этих уголовных дел был заместитель начальника ОПТУ Нахчеванской автономной республики сержант НКВД Орбелян, который своим беззаконным действием подвел под расстрел десятки жителей указанных сел. А семьи в 1937 году были репрессированы и высланы в Казахстан за высокие показатели в работе. По репрессированию азербайджанцев Орбелян был выдвинут по службе и назначен на должность начальника отдела ГПУ Азербайджана, где также руководил уголовным делом на жителей села Ахдаря Хызинского района, в результате чего десятки жителей были расстреляны. Первая книга «Кровавая память истории» выпущена в 1999 году, подшафая, ребята, я же всегда говорю честно. На азербайджанском языке издательство «Генжелик». Вторая под названием «Кровавая память истории» выпущена в 2001 году на русском и азербайджанском языках. Издательство «Книга памяти Азербайджана». Книги были «Just a moment». Посмотрим дальше, что у нас есть. Ничего не переключается. Сейчас, сейчас. Так, дальше тут что это? Настоящие геннадзии. Сейчас посмотрим, что тут пишут. О репрессии 1937 года в отношении граждан Азербайджана написано много статей, опубликовано достаточное количество книг и воспоминаний, и драматических произведений. Хотя судьба прошедшего муки репрессии, судьба каждого в отдельности является темой отдельного большого трагического произведения. «Почти каждый гражданин знает судьбу великого Гусейн Джавида, всегда юного большого поэта Мишвига, многих писателей, поэтов, деятелей науки, врачей, учителей и представителей, других представителей интеллигенции репрессивных в 1937 году. Вот что касается репрессии 1949 года, знают только те люди, которые репрессированы сами, и их родственники. В моей книге «Кровавая память истории», изданная в 2001 году, удивлена всего одна страница событий 1949 года. Если в 1937-38 годы могли только по одному рапорту сотрудника НКВД расстрелять почти любого гражданина, или вышла с семьей за пределы республики, то при репрессии 1949 года следовало собрать уйму документов, всякие справки райисполкома, сельсовета, военкоматов и так далее, чтобы подготовить заключение с обязательным утверждением министра НКВД, в своей книге я также отметил, что документы на репрессированных подписывали в основном сотрудники армянской национальности. Это было до 1945 года. Более 90% сотрудников НКВД по всему Азербайджану работали армяне. После 1945 года их стало не меньше, хотя азербайджанцы стали занимать уже некоторые престижные места в системе НКВД. Но несмотря на это, сейчас, в момент, зарядку включу и закурю. То есть в это время, несмотря ни на что, при первой же возможности посадить или расстрелять азербайджанца, они применяли все возможные варианты к этому. Это во-первых. Во-вторых, ребята, в области науки, техники, я не знаю, еще чего-то, каких-то открытий, везде присутствовали армяне, которые присобачивали себя именно к тому, что... Да, вот я с тобой работал, да. В области искусства также. Такой был мелкомян оперуполомоченный. В документах архивных пишется, как он за ночь 14 семей уничтожил. Григорян такой был, Павел Григорян. Он утверждает, и не просто говорит, что за ночь я сам лично расстреливал по 15-20 азербайджанцев. Таким образом, нам становится очевидно, что азербайджанцев массово уничтожали. Не просто репрессировали, а после Отечественной войны между Сталином и Гитлером и ККБ заняли несколько постов, определенно, категорично ненавидящие армян, грузины и азербайджанцы. То есть массовые репрессии они уже не могли в таких масштабах производить, хотя по указке Микояна Чечню и Ингушетию помер упустили. Отняли все, что можно было, еще и улечили в чем-то. Да. То есть, ребята, некоторых наших азербайджанцев выселяли в Казахстан, Талдыгурганскую область, там, где компактно проживают переселенцы, репрессированные в 1937 году. А после войны опять же пачками выселяли. Говорят, мир Джафар Багиров выселял. И он тоже под указкой был. Я много, да, вот, ребята, общаюсь с шиферами, смотрю эти, миссажи мне посылают там. Мне иногда очень обидно за них бывает. И с другой стороны, хорошо на душе, что они уехали с этого Дома Советского Союза. Мне особенно дорогие, знаете, какие письма. Мне пишут когда с Германии, с Австралии, с Австрии, с Канады, с Америки. А потом вот эти же казахстанские немцы приезжают домой, ну, на родину. И они еще иного по родине хумарят. И звонят с Казахстана. И когда они говорят, здорово, Баха, как дела? Я говорю, ништяк. Ты как? Да я на родине. Все ништяк. Понимаете? Я связываюсь иногда вот с библиотекой Салтыкова, Щедрина, в Санкт-Петербурге. Материалы нужны бывают. С Москвой связываюсь. А, такой академик, Будак Будагов есть. Есть такой Камир Заев, Гулуманов Оглый. А много есть, кого я читаю. Одним из главных, да, наверное, архиважных, основных причин написать или сказать правду о своем народе, какой бы он ни был, да, надо и минуса, и плюса говорить. У азербайджанцев это есть, а вот у армян и не замечают его. Для нынешней армянской молодежи не надо вспоминать прошлое. Зачем им прошлое? Которого не было, которое мифическое прошлое. А если и было давно забито? Не просто забито, забито на него с прибора. Молодежи вообще армянской неинтересны. Слава Богу, я кайфую от того, что у нас сегодня история интересуется молодежь. Вера и прочее, пятая. Конечно, прошлого забывать нельзя. Вот мы забыли прошлое не раз, и сегодня это говно расхлебываю, простите меня. Любой народ, который уважает себя, должен знать свою историю. Даже если охватывает небольшую часть истории, причем периода, когда касается массовой стремлении народа. Это был у нас Баку. 15 мая 2003 года Баку приехал для получения справки о реабитации гражданин Российской Федерации. Сабир Фаразалиолы из города Нальчик, который с родителями был репрессирован в 1948 году и выслан в Томскую область. И вот просматривая списки репрессированных, Сабир Фаразалиолы, имеющий несколько внуков и правнуков, не смог сдержать себя и громко зарыдал. Да-да. Плакал, как плачут настоящие мужчины. Плакал о той несправедливости, которая свалилась на его фамилию, на его поколение. Он узнал, что в 1937 году были репрессивны по всей так называемой советской стране миллионы людей. А в 1949 году добавили к этим миллионам еще один миллион. Тотальное истребление было в то время. И умы уезжать не давали, здесь убивали. Потом, когда надо было, уже петух клюнул, уже по лаборатории создавали, в лагерях. Я вновь отмечаю, я не претендую на какие-то подписки, я не знаю, там, палец вверх, палец вниз. Кто палец вниз ставит, это много, да, там, дизлайк называется. Вот кто палец вниз ставит, мой палец ему в жопу. Да. Я не претендую на какие-то там, я не знаю, похвалы, монеты, я просто говорю то, что думаю. Вот сейчас я подшофею. Когда я подшофею, у меня ролики хорошие получаются, все говорят. Я говорю то, что я понимаю, то, что я думаю. Это мое видение какой-то проблемы. Это мое личное видение какой-то, не абстрактное, а конкретной программы. И когда вот я за основу того, что я говорю, беру документы, подлинные документы, факты, архивные данные, какие-то данные из книги, то есть я за основу беру только факты, подлинные факты, я апеллирую только фактами, это все знают. Может, они кому-то недоступны, я их нахожу при помощи друзей, товарищей, которым спасибо большое, земной поклон, которые мне много информации дают. У меня столько времени же нет. Мне находят информацию и говорят, перечитай, что приемлемо, бери, работай. Из 10-15, допустим, публикаций каких-то материалов я выбираю 2-3. И вот в этой книге опубликованы списки выставленных в Казахстан с Карабахской зоны. В основном постановлением о выселении азербайджанцев с Карабаха, то есть в то время они уже готовили почву. Как Грузии хотели Джавахетию подготовить, так и в Азербайджане. Хотя добились. То есть все подписи были работниками НКВД армянской национальности с коммунистическим партийным билетом в кармане и большевистской идеологией. В 90-е годы те же армяне захватили Карабах. Земли наши взяли. И сейчас говорят, что нет, это мы просто отделились. А как вы отделились? Объясните мне. То есть азербайджанцы вынудили еще в то время покинуть свои насыщенные места и оказаться на многие годы беженцами. Понимаете, ребята? Нехорошо все это закончить, я так думаю. То есть армяне при первой же возможности сотрудники, сотрудницы вот эти шалавы из этого аппарата, как там назывался он? Я же про него рассказывал. Деющие для партии, для КПСС, армянки. Они все хотели только одного. Уничтожение азербайджанцев, уничтожение азербайджанского народа, кражи ее истории, ее морального богатства, материального богатства, культуры, музыки, ну и естественной земли. Они хотели морального воздействия на общее разбитие Азербайджана. Не только на развитие, они хотели, чтобы по указке армян Баку жил, Азербайджан жил, потому что их уже много было, очень много. Так, например, в нижнем эшелоне оперуполномоченный, оперуполномоченный, сержант, армянин, армян, фанукян или манукян, текст маленький, оформлял всякие документы и передавал намного выше начальнику, Милкумяну, который давал согласие на применение меры наказания в отношении азербайджанцев, в свою очередь, Григорян утверждал постановление. То есть, достаточно было трем-четырем армянам сгруппироваться, и таким образом было репрессивно более 350 тысяч граждан Азербайджана. Из них 39 тысяч интеллигенций. По некоторым данным, более 75 тысяч азербайджанцев были расстреляны. И после Отечественной войны, как минимум, войну между Сталином и Гитлером многие места, вот, период, когда был, да, между ними грязня, в системе МВД и ККБ заняли закалённые войной бывшие солдаты азербайджанцы. Вот тогда у армян началась головная боль. То есть, не могли они уже бодаться с нашими. Кроме того, теперь любого гражданина невозможно было одним розчерком пира или там подписью порно расстрел послать. Теперь уже появились азербайджанцы грамотные. Теперь массовость для репрессий не была возможна, так как народ уже был не тем, что в 1937 году азербайджанцы появились в системе МВД, ККБ и прочее. народ, который до недавнего времени не имел своей опоры, не имел моральных ценностей оперы, балета, симфонии, теперь вышел на арену не только Советского Союза, даже далеко за его пределами звучал голос уже небольшого государства. фильм Аршим пробивался дорогу по всему миру. Москва показывала Чикаго, Микаго, не знаю, Лос-Анджелес. И появляться стали ученые, понимаете, стали появляться ученые, которые добились многого в жизни, которые прославили Азербайджан на весь мир. начинают появляться не те засекреченные, которых только я знаю более 65 людей, которые определенную роль свою сыграли и уже в историю России вошли, которые в космосе и во многих отраслях многого добились. Но это было позже, а вот после военного времени начали появляться ученые с мировым именем. такие, как Юсиф, Мамед Алисаев, Мюзафер Абдалибов, Меришни Кашкай, выпускник Бакинского индустриального института, работали во всех уголках Союза, даже за границей, связанной с добычей нефти. То есть нефть, ну, колыбель на нефть Азербайджан, тут никто спорить со мной не будет. Азербайджан воспитал таких великих людей, как Фарман Салманов. Понимаете, да вы, к чему я клоню? То есть стали репрессировать теми же армянскими руками родственников, писателей, композиторов, ученых. Это как называется, да? Умы, умы, убрать умы. Ученых и других представителей передовой части народа азербайджанского. И этим самым, что они делали, армянские ублюдки? Дашнакити. Этим самым морально воздействовали на развитие науки, культуры. Как говорится, держать надо было в каких-то рамках, чтобы они не могли, да, показать миру, что тут цивилизация есть, что тут ученые есть. И армянам было выгодно подавать это в таком соусе, что здесь тупой народ папуасы, туземцы. Так получилось с видными деятелями науки и искусства вот именно послевоенного периода. Шамси, Эфраси, Бедабейли, Бедабейли, это известнейшие фамилии в Азербайджане, писатель Мехтюсейн, ученые Мирали Кашка и другие. А 14 июня то ли 49-го, то ли 50-го, сейчас я не помню года, родственниками указанных лиц были, не знаю, как даже правильно сказать, не приглашены, нет. Вот этих родственников приехали, забрали, посажили в телячьи вагоны и отправили в далекую Сибирь. Томск, Бокчарский район, поселок Большая, галка на вечное поселение, что работать, чтобы работать на черновой работе колхоза и совхоза. И чтобы, а как ученый человек может лопаткой обращаться? Привыкали, выживали, но он мог прожить, как ученый, 40 лет прожил, 10 лет. Люди, которые не пережили годы репрессии, не могут понять, что человек, имеющий репрессированного родственника, вечно переживает, что пригласят его с минуты на минуту ждет. Какой-то начальник и спросит, где у вас брата и сестра. При заполнении анкет следует запомнить соответствующую строку, где показать надо место пребывания родственника. В Сибирь отправляли только антисоветский элемент. Дай бог, чтобы наше новое поколение молодое это не видело. Я тоже не видел, но я знаю по наслышке, как обошлись с моим дедом, со вторым дедом. То есть в постановлении правительства СССР от 1949 года было указано, что лица греческой и ассирийской национальности, проживающих в Азербайджанских и Грузинских республиках, подлежат выселению за пределы указанных республик. Однако сотрудниками НКВД армянской национальности это было на руку. Это такой момент был для ублюдков, чтобы вновь как 30-й нанести удар по тем азербайджанцам, которые не успели в 30-м, 30-м году показать, как говорится, где раки зимуют. Началось тотальное истребление азербайджанского народа. Поэтому один армянин сотрудник, используя это постановление, стал подбирать компроматериалы на азербайджанцам. Один из них подбирал материалы, второй подписывал заключение о усилении, а третий Гугосям, вот этот его тоже Мамукунэм, утверждал данное заключение. Все это направляли в Москву для внесения в списки, для вынесения в НКВД в СССР постановления особого совещания о признании этого или другого азербайджанца преступником. Видите, что творилось, да? Как они, ублюдки, постоянно копали под нас. То есть азербайджанцы еще раз-два признали антисоветским элементом и выстрелили на вечные пастыни в Сибирь. А то, что здесь хата осталась там у него, сад, дача, все отдали армянину какому-нибудь. Вот так они заполоняли Баку. И когда сегодня эти ублюдки говорят, мы в Баку в хороших местах жили, конечно, так жили. Кто-то маму под кого-то подстилал, чья-то сестра трахалась, чья-то жена трахалась, а сами вы стучали, да, бляди? Это в основном я говорю о вас. На особом совещании сидел помощник Берия, Саркисян. Секретарем совещание заправлял Симонян. Поэтому заключение на выселение было подписано 24 июня 49-го года. Граждане были высланы 14 июня. Это как получается? Подписали, да, этот указ 24 июня, а 14 июня их выселили. То есть они заведомо знали, да, что это произойдет. А постановление особого совещания было вынесено 8 октября 49-го года. Представляете, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Через 5 месяцев было только все это официально зарегистрировано. Всякие жалобы репрессированных во все инстанции, дистанции, не знаю куда, бывшего СССР возвращались по кругу в НКВД СССР, а оттуда в НКВД Азербайджана. А там вновь там самые эти бляди, да, Гугасян, Артюнян, они отписывали, что репрессировались правильно. Дело пересмотру не подлежит. И только после смерти отца народов Сталина стали понемногу рассматривать заявления. Но некоторых реабилитировали, некоторых не реабилитировали. А что толку? Человек уже нет. Вы пролили грязь на всю его фамилию, ублюдки, на чистого человека, на ученого, на писателя, на какого-то гения. А потом что? После 1956 года всех реабилитировали, оправдали, кто мог вернуться на родину. Но люди же массово погибали в этих репрессиях азербайджанцы азербайджанцы. А кто убивал? Опять же армяне. Причем каким путем? Но не вернули же нанесенный моральный ущерб семьям. Самое главное, никто не был наказан за преступление, которое было нанесено азербайджанскому народу, азербайджанцам. Таким образом нанесли огромный удар первому секретарю Союза писателя Азербайджана народному писателю Мехтею Сейну. Видимо, это было одной из причин, что он так рано скончался. Народному писателю поэту Осману Сарвяли, Самеду Ургуну, Исмайлу Шехлы, большому ученому писателю Мичаилу Рафели, первому автору балета по всему Востоку и мусульманскому мире он первый был. Африасия Бедальбайли. Бедальбайли это такая фамилия, да, выдающийся режиссер, актер Шамси Бедальбайли, брат, большому ученому Мирали Кашкари. Ставка статьи Аналия Искендарова, доцента Бакинского государственного университета, говорю, ребята, кандидат исторических наук. Это было опубликовано в газете Наш Век номер 12 от марта 2005 года. Там много интересного. Анализ Искендарова пишет, что Линькарань единственный регион в Азербайджане, где дважды в 1918 году, в февраль-март, проводились акции истребления мирного населения. Тому было несколько причин. Поэтому армяне так по-блядски сейчас жопу рвут, что талышам нужна автономия. А талыши сами автономии хотят. Им так неплохо живется. В феврале 1917 года Россия объявила выход из состава участниц Первой мировой войны. Часть русских войск с территории Ирана передислоцировали в Линькарань. Демобилизованы армейские соединения, оставшиеся без единого командования, лишенные продовольствия, провианта, обмундирования. Там бабки какие-то давали этих денег, они лишились наводку, по крайней мере. Занялись погромными грабежами, а что хотят жить, да. Степан Шаумян, вот этот пидорас, мамакон, ублюдок армянский, назначенный Лениным, таким же пидорасным, сифилитиком, он был назначен чрезвычайным комиссиаром Кавказа. И он проводил политику присоединения азербайджанских земель к России. По его замыслу изжижного Кавказа предстояло депортировать все мусульманское население. Это была часть стратегического плана партии Дашнак-Тутюн, образованной в 90-х годах 19-го века. Идеологи националистической организации преследовали цель создания Великой Армении, границы которой простирались бы от Средиземного моря до берегов Каспия. Вот соседи мой обрались все, кто этого желает. Особое место в планах Дашнаков отводилось Ленька ранее, старее Муганской зоне. Вот поэтому они сегодня жопу рвут, хотят нас талышами поссорить. То есть они, это же Муганская зона, эти регионы как бы рассматривались как поставщики зерновых культур. А да все там, цитрус, чай, мая, все там, рыба, шмыба. То есть они хотели все это переводить в промышленный район России. А в конце 1917-го года, ну, революция, начало 1918-го года, военные корабли Каспийской флотилии, находившиеся под контролем армян, обрушили шквал смертоносного огня на Линкарань. Может, многие талыши этого не знают, на Астару, Кзлагач, это армяне были. Армяне вас убивали, братья талыши. Объединившись русскими войсками, Дашнахские формировали, формирование стали безжалость уничтожать детей, женщин и стариков. В документах чрезвычайной следственной комиссии, это я вам архивные данные говорю, ссылаясь на факты. А что я так покажу, давал я. Вот, видите, ребята, да. Я только фактами апеллирую. Среди мирных жителей возникла паника. Объединившись с русскими войсками, Дашнахские формирования стали безжалостно уничтожать детей, женщин, стариков. Главное было нагнать хмари. В документах чрезвычайной следственной комиссии зафиксированы факты убийства людей, скрывавшихся в административных зданиях и узников ленинг-кананской тюрьмы. Вот, бляди, катаражан взяли убили всех. Людей сбрасывали в море. Многие жители не знали об участи своих родных и близких. Так было Баку, Кубе, Шамахи, Нахчеване и других городах и селах. То есть была тотальная программа уничтожения азербайджанцев. Не только азербайджанцев, мусульман. Там, помимо мусульман иудеев убивали. Сколько там убили евреев? Только разница в том, что в период именно тот армяне действовали открыто. Никого не боялись. Под руководством ублюдка Степана Шаумяна, который подло предал 26 бакинских комиссаров, сам Свинцил с Микояном в тюрьме пайку получал как стукач, как наседка и умер в Индии. И они вдвоем получили 400 тысяч фунтов стерлингов за то, чтобы корабль, паром с нашими азербайджанцами, грузинами, евреями, то есть с бакинской коммуны, с бакинскими комиссарами закончить. Сдали. С приходом советской власти в Азербайджан те же армяне заменив своих хозяев на бельщиков, на большевиков, переодевались и начали попадать в сотрудники ККБ, ну тогда Губчика было там или еще как называли их, переодев форму боевика, эти бляди на гимнастерку сотрудника НКВД теперь подпольные стали творить то же, что в марте 18-го года. Но уже в 1937-38 годы со Старинской, Линкаранской, Масалинской, Джалябазских районов были высланы тысячи семей талышей в безводные степи Казахстана. Как антисоветские элементы. Но тут еще один нонсен есть. Подождите, ребят, я докурил. Сейчас бычик вытяну. Just a moment. Тащусь я. Да, голова работает еще, слава Богу. Богу. Да. То есть тут еще они начали в документах записывая, как азербайджанцев, выбирать лезгин. Губа, хачмас, вот с той зоны. Понимаете? Это была большая политика, блядская политика армян. Постановление на них подписывали только сотрудники НГВД армянской национальности. Поэтому, братва, надо знать правду, да, о тех событиях, знать подлинные факты, которые каким-то чудом сохранились в архивах Азербайджана. Уголовных дел там много на репрессированных. И слава Богу, что у нас руки доходят. Спасибо нашим знакомым, людям, которые находят эти документы, показывают нам. мы их читаем. Видите, это все я читаю, ребята. Когда я читаю, я говорю. Да. Поэтому, ребята, произошло то, что произошло. Почему чудом, я скажу, сохранюсь, а просто в те годы в архивах работали в основном армяне или армянки. Только в 1954-55 годах она мы всю жизнь спали, и поэтому в такой ситуации оказались, в такой ситуации. А в МВД Азербайджана было уничтожено 26 тысяч уголовных дел репрессивных в 20-40-е годы по Азербайджану. Наверное, не меньше в других архивах. Пропали дела на эту Шалава, как была, сейчас скажу фамилию, Арутюнова, которая убила детей, около пяти тысяч детей за 10 лет работы в роддоме. Такие дела все пропали. Почему? Причина такой массовой репрессии одна. В НКВД сидели генералы Маркарян, Григорян и другие. А на местах Астаре Аракелов, Лерики Хачатуров, Ахджабеды, Саркисов, Зангелан, Зоргорян, Маркарян, Казычан, Джабраиле, Аванесов, через черточку, Джабраиле, Аванесов, Фамилия Бахаи, Силькшим Сюжинтохом его заезжий, извините, вылюбился. Джамирян, Бабаян, Астрахан-Базаре, Авакян, Багдат-Исраэлян, в Пушкине, ну, было Суар, Захарян, Ярдымлы, Сиванян, Самух-Петросян, Масалык, Ашот-Аванесян, Карагене-Физули, сейчас называется, Сосков, Щиханян, Сосков, смотри, сосутые все, Вартанов, в Казахе, Григориан, Нахчеванской автономной республики, Вартанов, Багдасаров, Исраэлян, Ионесиан, Эванян, Агаджанов, Вартан, Сейронян, Акопов Вартан, Парсетов, будущий Портком НКВД Азербайджана, безграмотный, зловещая подпись этих сотрудников лишила десятки тысяч азербайджанцев своей родины, которые по воле преступников армянцев, преступных элементов армянской национальности, скажем так, будет точно, должны были более пяти лет оставаться, пятидесяти, прошу прощения, антисоветскими элементами. Дети должны были вести какой-то скрытый образ жизни, нести ермо детей врагов народа. Почему? Да. Вот один из них я. Меня не раз оскорбляли, что твой дед кулак был и прочее. А мне седьмой десяток. я сегодня не прощу ни одного армянина. Этим не людьми, а людьям, преступникам, которые отняли у меня и у моих свестников юность, час молодости, доброе, порядочное имя. Это все не просто так, ребята. Вы знаете, вот, сотрудник был такой НКВД Парсегов, преступник, очень гамдонистый преступник, в восстановлении, в восстановлении, о высылке моего личного деда, он записал на эти что? Имел мукомольную фабрику, антисоветский элемент. Я не понимаю, за то, что мукомольную фабрику имели, надо было стрелять или выселять, человек горбом заработал. А так было с миллионами советских людей, азербайджанцами, ингушами, чеченами, резгинами. Их внуков тоже прессовали. Иногда даже этот пресс доходил до правнуков. Знаете, люди говорят, что бабушки, дедушки выселяли, знаете-ка, небольшой грузовик, вокзал, поехали, в скотовозе. И вот сегодня я хочу спросить, за что так поступили армяне еще в то время с нами? Да, вот и ночь в том году, 15 марта, вышел указ о реабилитации политических репрессированных граждан Азербайджана в 20-е и 50-е годы. Ну, дети, которые родились в Сылке, не считаются репрессированными. Ну, мне-то от этого не легче. Ладно, ребята, наговорил я 40 минут, спокойной ночи. Просто врага надо знать лицо. Редактор субтитров Корректор А.Егорова